доброе утро страна посмотрите какая сегодня замечательная погода в деревне ветерочка вообще нету на улице плюс один время 9 часов утра настроение просто супер рабочие и позитивные дорогие друзья работаем и очень-очень редкий момент к нам пришли две кошки соседский вася а белый не знаю как зовут кис-кис-кис Васька обычно эти кошки нас боялись вот она посекала нам на брёнышко спасибо так прорубаем пока что наши тропинки кулем пока была зима мы снег не чистили по той причине что пчелки у нас погибли хочу показать насколько сильно завалило снегом вот такие на и сугробы у нас дорогие друзья вот такой вот у нас вопрос конечно актуально его спрашивать когда в ульях кто-то живет но все же стоит ли обваливать улья вот так вот очень-очень обильно снегом не приведет ли это к скоплению влаги внутри самого улья и не будет ли это пагубно для пчелы потому что можем нарушить вентиляцию если мы вот так вот очень плотно к стенкам улья обвалим это все слышал что многие пчеловоды используем многокорпусные улья они ставят снизу половинку корпуса одного на полу рамки скажем так для того чтобы тяга наоборот зимой было еще лучше чтобы всю влагу вытягивала из улья скажем так воздух циркулировал вот то есть у нас я не знаю мы старались и утеплять их и поначалу когда самый первый снежок проходил и пчел еще были живы мы их обваливали вот не знаю насколько это правильно и в этом году что нам будет предстоять ну кстати ничего там не забродила ничего не отсырела в ульях сухотень крышка какая тяжелая слушать да ну и вот супругой мы сейчас стоим рассуждаем по поводу того что нам предстоит улья покрасить самое главное предстоит нам покрасить улья которые мы купим потому что покупаем мы скорее всего не крашеные улья ну это же такой интересный момент все-таки чем красят это на масляной основе краской либо акриловой да правильно сформулировать буду мульсионкой да ну более подробно с красками которые существуют для покраски ульев мы наверно познакомимся когда приступим к этому процессу ну а так если кто обладает уже какой-то информацией может быть на практике уже сравнил что лучше что хуже может я наверное пойду сейчас курить бревнышки наши и на будет заниматься расчисткой доступа к ульям расчисткой снега около ульев тут уже очищена она говорит а дорогие друзья про технику безопасности я уже говорил совсем вот недавно тоже также шкурил бревно и у меня вот такой вот слой от ремня отлетел сошел расслоился ремень кородера и вот этот скажем так верхний самый слой хвостик такой вот попал мне прямо в лицо спасли меня очки которые были одеты попал как-то не знаю расслоился и получилось так что с бензопилы который находилась ко мне напрямую была направлена в лицо ну такой хвостик отлетел такие случаи бывают и предусмотреть такое вряд ли возможно что вообще можно посетить ремня хотя и мотоблоки кто смотрит у меня тоже временной есть такого случая еще не было поэтому обязательно очки очки у нас от триммера вот их нужно одевать я кстати мне кажется немножко даже возмужал и окреп с этими бревнами от физической работы от постоянный такой день через день работаем и от режим дает о себе знать дает свои плоды в руках чувствуют силы в спине скоро наверно будем бревна одной рукой закидывать давай дорогие друзья мой самый любимый момент в работе или правильнее сказать один из любимых и приятных моментов в работе это чаепитие какой еще наш любимый момент я еще люблю пить лимонад я не буду рекламировать но я люблю пить лимонад самый дешевый за 52 рубля полторашечка всем отличного дня ребят первое бревна готова ушло у нас порядка наверно минут 40 точно спасибо сучкам за то что очень долго я их срубал сейчас вот опять следующий бревны что же она как бы очень маленькая по диаметру всего лишь на 20 но пока я буду тупором проходить все сучки у меня пройдет тоже минуток двадцать наверное на минут 20 на шкурни так около часа вылетит на это все дело остается у нас тем временем всего лишь 10 бревен процесс очистки бревен от коры подходит концу вот так вот радость моя стоит не нарадуйся и господи как радуйся счастье мое нажми пожалуйста на стоп запися и убери камеру вот так вот подготавливаем перед очисткой бревна выкатываем ждем пока не растают немножко сейчас будем обметать оббивать лед снег с бревен тут остается выдрать сейчас на буквально 6 штучек сейчас нам нужно обкопать и все тоже также ломиком закидываем ломик у нас прямо гидравлика местные осталось кофей чуть-чуть вот так вот и все вот так вот и все посмотрите в эти усталые глаза это завершение трудового рабочего дня время около трех но сил вообще нет пропотели раза три уже наверно сходили переоделись все по новой 6 бревен сегодня очистили осталось всего лишь нас пять штучек почистить ну и будем приступать потихонечку крупки сруба самое главное будем заводить первый ряд так что так вот всем пока